о не опять ты дорогой здорово как ты родной отлично брат что хотел попросить но скажи про халвинг классная тема кстати сейчас очень актуально давай начнем с того как переводится халвинг переводится как основа слова half half это не знаю это пизде халвинг это half половина половина уполовини вания то есть мы понимаем что халвинг это у половинивать чего то чего это большой вопрос так давайте перейдем к сути халвинг это уполовини вания вознаграждения майнером за добычу биткойна то есть вы знаете что халлы что майнеры решают математические задачи тем самым выпускаем биткоин и получая вознаграждение за это так вот having a up половине вания вознаграждения тем же майнером. Халвинг происходит, когда майнеры выпускают каждые 210 тысяч блоков. Когда они решили математических задач на 210 тысяч блоков, происходит халвинг, уполовинивание. Понял, брат? Понял, брат. Супер. Для чего сделан халвинг? Он сделан для сохранения ценности биткоина. Чтобы эмиссия биткоина контролировалась и не было такого, что производит, производит, производит бесконечное количество токенов, тем самым ценность уменьшается, стоимость уменьшается и вообще биткоин нахер никому не становится нужным. Понял? Это важно, потому что от этого зависит цена напрямую, то есть наша прибыль. Окей. Зафиксировали? Зафиксировали. Супер, супер родной. Давай тогда разберем, что сопутствует халвингу. Можем логически подумать. То есть халвинг это уполовинивание вознаграждения майнером. Раз, да? То есть майнерам становится невыгодно производить биткоин. Следовательно, количество майнеров уменьшается, следовательно, скорость производства биткоинов, оно соответственно уменьшается также. Количество произведенных биткоинов уменьшается, спрос на рынке повышается, потому что количество недостаточно, чтобы удовлетворить всех. Спрос повышается, логично повышается стоимость биткоина. То есть каждый раз, когда происходит халвинг, мы видим увеличение стоимости биткоина. Резкий скачок, резкий памп. Это наблюдалось уже несколько раз. Каждые 4 года, как я уже сказал, происходит халвинг. Последний раз он был в 2020 году. И в следующий раз он ожидается в 2024 году. Это уже через 2 года очень скоро. То есть на халвинг можно спокойно закупать активы и ждать хорошего роста, потому что это уже стабильная практика. На этом все, мой друг. Ты усвоил? Я усвоил, брат. Друг, ждешь халвинга? Жду, брат. Я тоже. Давай, родной. Спасибо, брат. Слеха. Пока, брат. Слеха.